Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Стало известно о том, что Константин Меладзе в Италии стал зарабатывать на курсах по продюсированию молодых исполнителей. То есть он будет учить других людей, как продюсировать правильно, как раскручивать и так далее. Напомню, что с Верой Брежнева у них одна или две виллы писали в Италии. Вера Брежнева активно помогает беженцам. Все это время для них беженцев из Донбасса не существовало. Они замечательно жили, прекрасно зарабатывали в России. Ну а здесь уехали, потому что это касается их имущества, их счетов. А для них это главное, собственно говоря. Все селеблики, они все эти годы деньги увозили из России. Поэтому для них, так сказать, здесь, понимая сейчас, что выступать, очевидно, будет там или невозможно, или столько концертов не будет, поехали все туда, где деньги. Значит, друзья, вот вы знаете, с одной стороны человек умеет это делать, да? Вот он так понимает, да? Вот он умеет это делать. На чем заработать? Открыть курс для тех, кто хочет продюсировать других людей. Вы знаете, я вот сейчас сидел и думал, а кого он спродюсировал? Ну кого вот он спродюсировал? У нас несколько продюсеров, да? Было, я не знаю, есть, как сказать, да? Желательно, чтобы было. Я об этом говорю. Потому что настоящие самородки, Шаман, Сумишевский, они раскрутились сами в Ютьюбе. Просто вот это народный артист, именно народный, в плане того, что люди просто посмотрели, прониклись этим творчеством, этой энергетикой бешеной, и полюбили этих исполнителей. И, понимаете, когда продюсируют поющие трусы, то есть, вы понимаете, я о чем говорю? Шоу-бизнес весь, который у нас сложился, это фактически поющие трусы, два притопа, три прихлопа. И, значит, продюсировали их такие, как Меладзе. Так он чему собирается учить других? Сделать из шоу-бизнеса просто непонятно... Гламурятник? Как правильно сделать гламурятник? Типа того? Мне кажется, любой уважающийся человек, который понимает, что называется, как должно строиться, что девушка должна выйти в каком-то хорошем вечернем платье, я уже говорил, спеть, да, и так далее, ребята выходят, хорошо одетые, они не пойдут к Меладзе, потому что они понимают, что именно такие, как Меладзе, превратили эстраду в нашей стране в шоу поющих трусов. Вот я сейчас сидел и думал о том, что он собирается зарабатывать. Кстати, ценник выставил от двух с половиной до одиннадцать тысяч рублей, в зависимости от углубленности. Это, понимая, за одно занятие, там не уточняется. Ну, ценник-то очень такой демократичный в этом смысле. Но эффект, эффект. Мне бы очень хотелось, чтобы парадигма эстрады, эстрады, да, структуры эстрады у нас была полностью видоизменена, и все-таки это было так, как должно быть в культурном обществе, и не было вот этих вываливающихся дынь на голосе дети и так далее. Друзья, интересно ваше мнение, что думаете на все счет. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал. Подписывайтесь на резервный и запасной канал Будда Гришна. Новости здесь в YouTube, чтобы мы с вами не потерялись. И в Telegram-канале Будда Гришна. Новости. Вся политика с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.